Всем привет! Меня зовут Таня. Я безумно рада, что вы вновь на моем канале. Сегодня у нас будут пустые баночки и декоративная косметика. Попадутся не только декоративные, но и какие-то уходовые средства. Но в основном это будет декоративка, которая закончилась, либо по какой-то причине я ее не пользуюсь. И вам, надеюсь, будет очень интересно это видео. Я уже хочу избавиться от некоторых продуктов, просто уже не знаю как. Вот столько у меня их в такой коробочке. Я думаю, мы приступим. Первое это уходовое средство. Вот так вот. Масло для волос от Матрикс Биолаш. Покупала я его на скидке на сайте Озон. Что могу сказать? По педибальной шкале этому маслу я ставлю 3,5. То есть масло хорошее, да. Стоит оно без скидки 1000 рублей с чем-то. По скидке оно стоило 800 с копейками. Но мое любимое масло от Гарниер работает гораздо лучше, нежели вот это масло. Оно, вот это масло, очень тоже хорошо работает. Но оно не склеивает кончики. Оно дает небольшой блеск и не утяжеляет волосы. Вот весь плюс этого масла. То есть, как бы, ну, 3,5. Если уже есть такое масло, то, конечно же, пользоваться. Но чтобы прям специально гоняться вот за таким маслом от Матрикс, хорошее масло как бы нет. Оно этого не стоит. Может быть, какие-то другие масла из какой-то другой серии Матрикс. Да, но конкретно вот это. То есть, 3 с плюсом по педибальной шкале. Следующая пустая баночка. Это Биолита. Сыворотка для лица шеи и декольте эффект лазер. Вот такая. У всех я... Точнее, не у всех, но у многих я знаю, что она есть. И многим она нравится. Первый раз я ее когда попробовала, у нас здесь была выставка белорусская, и я вот ее там купила. Мне она очень понравилась. То есть, я ее просто когда нанесла, она была вместе с сывороткой под глаза, я утром просыпаюсь, у нее просто потрясающий эффект на лице. Просто реально. То есть, кожа была настолько напитанная. Но по мере, как бы, когда ты ей пользуешься, то есть, эффект маленько пропадает. Может быть, кожа привыкает к этому составу конкретно. Может быть, еще что-то. Может быть, сама сыворотка меняется внутри баночки. Я не знаю, с чем это связано. Но вот первая, то есть, неделя, был эффект вау. А потом, как бы, все сглаживается. То есть, обычный эффект. Либо уже кожа взяла свое, и, как бы, больше она не принимает. Ну, либо, не знаю, что-то, потому что здесь маленько осталось. Я ее выкидываю, как бы. Потому что эффекта никакого нет. Вот такая. Конкретно на этой сыворотке написано. Разглаживание морщин. Видимый лифтинг эффект. Выравнивание той на коже. Реструктурирование и уплотнение кожи лица, шеи, декольте. Да, она все это делает. То есть, я это видела, что первую неделю был эффект вау. Ну, и все. Вот так. У кого она есть, напишите мне в комментариях, нравится она вам или нет. Следующая пустая баночка. Это у меня консилер от Холика Холика. Вот так он выглядит. У меня тон. Так, сейчас вам скажу. 001, наверное, этот тон. Девочки, это самый мой любимый консилер. У него потрясающая текстура. То есть, так как он замазывает ваши круги, какие-то синяки, что-то под глазами, даже не только под глазами, какие-то прыщи или там какие-то пигментные пятна. У него шикарный просто вообще цвет. То есть, знаете, такой серый, серый телесный цвет, правильный подтон. Ничего он не затемняет. И он вообще не видим на коже. То есть, я когда намазывала, скрывала, да, что-то под глазами, я его не видела. Я вижу, что у меня просто ровное лицо, красивое. Но я его не видела вблизи даже. Как он наносится. Он никуда не скатывается. Вообще, просто у него такая шикарная структура. Я не знаю. Ни один консилер так не работает, как вот этот от Холика Холика. То есть, это вообще просто мой любимый must-have. И будет возможность, я еще обязательно куплю. То есть, вот так он выглядит. Вот такая баночка. Вообще, просто мой любимчик. Я его люблю прям вообще. Очень жалко, что он закончился. Следующий, конечно же, я уже тоже добила. Катрис Ликвид Камуфляж. Вот так вот этот консилер. Думаю, уже все это знают его. У меня тон был, так, 0,10 тон у меня. Сейчас он на мне. Последние уже остатки. Мне не очень нравится этот консилер. Да, я к нему приспособилась, когда он начал уже заканчиваться. То есть, у него стала плотная текстура. Не знаю, на моей коже он лично не держится. Там, ватерпроф. Нет, он так же скатывается. Он забивается у меня в морщины. Он забивается в какие-то мелкие складки под глаза. Даже если я его припудрю, он все равно забивается. Я его вижу. То есть, не знаю. Я не согласна с хвалой. Но да, кому-то подходит, кому-то не подходит. Вот невозможен один товар подходить всем. Я, допустим, люблю какие-то вонючки спреи. Многим они не нравятся. Многие говорят, что они на них не держатся. Но так это не бывает так, что один продукт сработает 100% на всех. Поэтому вот мне, допустим, я его больше не куплю. То есть, у меня есть от Essence. Он гораздо лучше работает сам. Консилер. Ну, а, конечно же, в мечтах у меня Мак. Вот этот маленький, их не консилер. Плотный. То есть, я его хочу. Прям просто мечтаю. Так что вот Катрису. Закончился и хорошо. Следующая пустая баночка, которую я вообще не пользовалась. То есть, это Киспроф от Фаррес. Металлик. Вот такая помада. Вот так она. Так. Как вам показать? Вот так. То есть, я ее купила. Я думала, она светлая. Сейчас же в моде металлические помады. Девочки, у нее цвет хороший, красивый. Но на губах я не знаю, кто носит такой цвет. То есть, вот так вот он выглядит. Да, он красивый. Как бы, знаете, такой сливово-винный. Именно металлический цвет. То есть, видите, он как переливается. Но мне, как бы, такой цвет не подходит. Можно, видите, он будет сильно темный для меня. Можно, как бы, использовать для какой-то фотосъемки как амбре. И, как бы, можно как подложку под тени. Следующая моя помада, она пришла мне с Алиэкспресс. То есть, там был нарисован один оттенок. По факту, пришел другой. Якобы от Анастасии Бевроли Хиллс. Вот так она выглядит, да? На картинке был красивый такой ньют. То есть, холодный розово-пыльный ньют. Но по факту, то есть, видно, да, уже по факту. То есть, это, не знаю. Вот камера даже не передает, но по факту это ужасный цвет. То есть, на камере я вот сейчас вижу, что он ньют. Но вот в зеркало я вижу, что это вообще просто отврат. То есть, это даже не ньют. Она абсолютно не стойкая. Она делается в белую пленку. То есть, она прилипает губы друг к другу. То есть, из перехода, который я вам до этого рекомендовала. А это ужасно. Просто с Алиэкспресс. И, как бы, полное разочарование. Не знаю. Во-первых, тон неправильный. Во-вторых, я не знаю. Просто ужасная. Следующая я могу ставить. Баночка тоже с Алиэкспресс. Вот такая сыворотка с золотом. Мне очень нравится эта сыворотка. Она хорошо увлажняет кожу. Она хорошо выравнивает. Кожа начинает подсвечиваться благодаря золотым частичкам, которые находятся вот здесь в составе. Но, вот смотрите. Осталось маленько. Баночка стеклянная. Пипетка тоже стеклянная. И то есть, вот это, то, что там осталось, я не могу вытащить. То есть, да, я маленькой палочкой зацепляю, но все равно вот это то, что там остается, до конца вы никак не вытащите из этой баночки. И даже если вы вот так поставите, сама вот эта сыворотка, консистенция, она не стекает. То есть, она вот так вот стоит. И все, даже если я вот так поставлю баночку, она все равно остается вот так вот. Так что вот это неудобная упаковка. Но сама сыворотка по качеству хорошая. Кто хочет, я могу вам оставить ссылки. Следующая моя пустая баночка, это вообще мой любимчик. И я могу вам сказать, что, наверное, если видео 5 последних моих убрать, на всех предыдущих видео у меня нанесен на коже вот этот тональный крем от Max Factor 3 в 1. На всех видео, кто спрашивал, что у меня за тональный крем, то есть, практически на всех он нанесен. Шикарный тональный крем Max Factor. Весь уже у меня упаковка вся, конечно, заляпанная, потому что там отломалась вот эта пимпочка. И я уже кисточкой, вот там он последний. Мне очень нравится. Во-первых, он 3 в 1. То есть, он как консилер, как база и как тональный крем. Он долго остается на жирной коже, даже в жару. У него хорошее покрытие. Он перекрывает все. То есть, у него финиш такой не сатиновый. Он матовый такой, знаете, заблюренный мат. То есть, красивый мат. Не то, что как будто его пудры только припудрились. Нет. Шикарный у него финиш. У меня оттенок самый хороший. Это Niu 47. То есть, это самый ходовой оттенок. И как бы при возможности, если на скидках, я обязательно повторю эту покупку. Потому что это лучший тональный крем за всю мою жизнь, наверное, когда я пробовала. То есть, запах, качество, финиш, тон нанесения спонжем идеальны. Просто. У кого кто пользуется уже вот таким, напишите мне ваши комментарии, как они вам нравятся или нет. Потому что... Следующая пустая баночка. У меня уже была такая пустая баночка. Снова закончилась. Это сыворотка. От Секрет Киева. Такая корейская. Очень хорошая. Это с ядом каюки у меня. То есть, вы когда ее наносите после ванны, вышли на ночь, наносите. Она у вас такая, немного покалывает кожу. То есть, происходит регенерация кожи, покалывание. И как бы разглаживаются какие-то мелкие мимические морщинки. Выравнивается тон кожи. Очень хорошая сыворотка. Но опять же. Баночка. Неудобная. То есть, сейчас там у меня есть остаток какой-то. Но так как сама баночка. Видите, какая-то. То есть, я даже не могу туда залезть. Потому что стекло-то не мнется. И вот такая маленькая пипеточка. И вот там есть. И как бы, ну никак. Вот что-то именно конкретно с упаковкой надо делать. Но сыворотка идеальная просто. Да, высоковатая цена. Но сыворотка идеальная. Следующая пустая баночка. Это из фикс прайса. Я думаю, многие уже попробовали. У меня цвет графит. Это от фитокосметик. Крем хна. Хеноколор для бровей и ресниц. На основе их натуральная. Вот такая. Я не знаю, что это. Это просто какашка. Она ничего не красит. Она ужасно наносится. После нее чешутся брови. То есть, если у вас брови брови после этого чешутся, значит, что у вас прошла какая-то аллергическая реакция. Но это просто ужасная вещь. Даже если у вас какие-то светлые волосинки окрасятся, через день-два у вас этого цвета нет. У меня цвет графит. Может быть, только графит так действует. Но черный, коричневый я, конечно же, пробовать тоже не буду. Но это просто какашка. Вот она у меня полная. Я два раза ее попробовала. И так, и сяк. И с бубном, и без бубна. Но это просто неработающая вещь. Просто в помойку однозначно. Следующая пустая баночка. Это Тавелин. Даже название уже стерлось. Вот такая подводочка. У нее не кисточка. У нее прям вот такой грифель жесткий. Идеальная подводка от Тавелин. Просто Тавелин вообще косметикой сейчас рулит. Мне очень нравится ихнее качество. Не размазывается. Она не водостойкая, но она не размазывается. Да, если вы попадете под дождь, то есть она, конечно же, отпечатывается у вас. Но конкретно на жирных веках она не размазывается. Следующая моя пустая баночка. Если я вам сейчас покажу, я не знаю, наверное, многие будут смеяться, сколько ей лет. И когда была эта тушь, это вот такая тушь от Maybelline. То есть я ее хранила большой любовью. И она сейчас не высохла. То есть вот эта вот водостойкая, да, вот такая кисточка. Вот такая у нее щеточка. То есть я ее и сейчас не выкину, просто она закончилась. Потому что у нее идеальная щеточка для нанесения туши-плевалки. Просто я иногда пользуюсь тушью-плевалкой. И вот эта вот щеточка у нее идеальная для нанесения. Во-первых, она полукруглая. Во-вторых, у нее плотные такие щетинки жесткие. Они хорошо вот эту тушью-плевалку. То есть будет хорошо прокрашивать ресницы. И сама тушь была хорошая и реально водостойкая. Но мне не нравится в тушах Maybelline то, что они как-то ресницы делают прямые. Может быть, только мои ресницы прямые делают. То есть они не подкручивают, а как-то, может быть, сначала подкручивают, но потом они выравниваются и становятся прямо как палки. Мне вот этот эффект не нравится. Следующая моя тушь закончилась. Это вот такая Шок, Супер Шок от Avon. То есть у нее вот такая большая кисточка. Я люблю эту тушь. Она очень хорошего качества. То есть упаковка, во-первых, красивая. Во-вторых, сама щеточка такая большая. Она хорошо прочерстывает, прокрашивает, подкручивает ваши реснички. Сама тушь по консистенции еще очень хорошая. То есть в других тушах отличается сама консистенция. А здесь нет ни микрофибры, ничего. Просто хорошая такая тушь черная. То есть она хорошие реснички делает. И я поверх другой какой-то туши закрепляла другую тушь. Именно вот этой тушью. То есть прочесывала, во-первых, и во-вторых, закрепляла. Хорошая тушь. При возможности обязательно повторю. Следующая моя тушь. Хочу вам показать. Покупала тоже в каком-то магазине. Уже, если честно, не помню. Но она у меня полная. То есть вот так она выглядит. Черная с синей крышечкой. То есть у меня на нее пошла аллергия. У меня начали реально чесаться глаза. Хотя это просто вообще... Такого никогда у меня не было. Но здесь реально начали глаза чесаться. Написано, что страна-изготовитель в Италии. То есть она была не дешевая. Я не помню, в каком магазине я покупала. Где-то у нас здесь в косметическом. Ну просто вот так вот. Обратите внимание, что будьте осторожны. Вдруг увидите вот такую коробочку. Испортился в отличие от других. Вот как раз в отличие от следующей. Помады от Essence. Вот так она выглядит. Реально хороший нюдовый цвет. Девочки. Но. У меня вторая такая помада. И она вторая портится. То есть я ее когда покупала, она была такая пыльно-розовая. И она реально была месяц или два пыльно-розовая. После этого я какое-то время ей не пользовалась. Беру. Во-первых, она ужасно воняет маслом. Это просто что-то с чем-то. Во-вторых, она испортилась. То есть у нее цвет, видите, какой кирпично-грязный стал. То есть у нее изменился цвет. Во-вторых, уже цвет вот этот рыжий, это не мой. И запах. То есть, не знаю, вот эта серия. У меня вторая помада и вторая портится. То есть месяц-два все идеально. Она хорошо наносится. Она хорошо блестит. Она хорошо увлажняет ваши губы. Она хорошо смотрится на губах. Потом неделю ей не пользуешься. Достаешь. И просто вонь. Вот эта масляная вонь. Не знаю, с чем это связано. Напишите, у кого вот такая. Может быть, тоже испортилась. Или только у меня. Мне так не везет с помадой Ессен. Следующая пустая баночка. Это вообще моя любовь. Вот такая помада от Эвилайн. Третья у меня такая уже помада. У меня том. Так, 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 так. 628. Идеальная помада. Просто идеальная помада. Такая розовая. Она поначалу тоже вкусно пахнет. Но потом уже к концу. Здесь не месяц, не два. Здесь уже, наверное, полугода. Она тоже начинает менять свой состав. То есть масло отслаивается. Уже конкретно в помаде у вас отслаивается масло от цвета. И тоже изменяется запах на какой-то масличный. Вот сейчас конкретно пахнет каким-то маслом. И как бы цвет вообще тоже маленько изменился. Так что я не знаю, с чем это связано. Может быть, хотя срок годности написано 12 месяцев при открытии. Но не знаю, с чем это связано. Следующая пустая баночка. Это, конечно же, наша любимая тушь Кабаре. Создание каких-то подкрученных, красивых, длинных ресниц. Во-первых, она хорошо соединяет нарощенные ресницы, наклеенные ресницы. То есть я, когда клею ресницы, постоянно пользуюсь только этой тушью. Потому что она идеально все делает. И красивые реснички. И сама вот эта... То есть сама консистенция туши хорошая. Знаете, как у дорогих тушей. То есть у меня была тушь Шанель. И у ней практически та же консистенция, что у этой Венса Бо Кабаре. Только цена, наверное, в 10 раз меньше. То есть идеальная тушь. Просто вообще. Наверное, всю жизнь ней пользоваться. Следующая тушь вот такая у меня голубая. Тоже обратите внимание на баночку. Вдруг кто-нибудь увидит синяя тушь. Видите, какая это синяя красивая. Не помню тоже, где покупала. Тоже и закончилась эта тушь. И под конец тоже начали уже чесаться глаза. Видимо, состав тоже изменился. И как бы тушь была идеальная. Не отпечатывалась. Не знаю, что за марка вообще. О, так это Арифлэйм Косметик. Представляете? А тут просто нигде нету, что это Арифлэйм. А вот здесь вот написано, что это цветная объемная тушь. Арифлэйм Косметикс. Ну вот Арифлэйм. Синяя. Хорошая очень тушь. То есть не отпечатывается ничего. Но ей уже больше, наверное, полутора лет. И начали чесаться глаза. То есть, видимо, состав изменился. Хорошая тушь. Я вообще люблю цветные туши. То есть синие, фиолетовое, какие-то красные хочу попробовать. То есть это вообще наше все. Следующие мои пустые баночки. Это гигиенические помады. То есть вот так они выглядят. Посмотрите. Какая милота. И вот еще четвертая. У меня такая есть свинюшка. Это идеальные гигиенические помады. То есть это от Фарос. Они хорошо питают. Они хорошо увлажняют. Зимой любые обветренные губы просто. Они прям за день, за два восстанавливают. На ночь намазали прям сильным таким слоем. И просто утром встаете. И у вас идеальные губы. То есть вот эти помадки. Я их все попробовала. У них разный вкус. Почему они по цвету. Как бы разные рисуночки. То есть у них разный вкус. Самые лучшие помады. Вообще просто супер. Стоит 40 рублей в переходе. Метро. Не знаю где в магазинах продаются. Но в метро продаются 40 рублей. И вот такая помада кокос. Тоже неплохая. Но не настолько питательная. Как вот эта гигиеничка. Но тоже хорошо питает губки. Увлажняет. Но вот это блестящее. А вот это матовая. Гигиеничка матовая. Но тоже хорошая. Следующая моя пустая баночка. Пробничек. Не помню с чем он шел. С какой покупкой. Вот такой от Шанель. Вот от Шанель. Лифтинг. Это для глаз. Мне абсолютно не понравился этот крем. Он как бы жирный такой. Знаете. И то есть он не впитывает. Ничего он не делает. Ничего не подтягивает. Хотя написано лифтинг. Ну как бы я не знаю. Мне не понравился. Может быть как бы это конкретно уже на сильно обезвоженную кожу глаз. Но не знаю. Ничего сказать не могу. Следующая сыворотка, которую я выкидываю. Она полная. Это мне к тональному крему, когда я покупала Estee Lauder, давали пробник вот такой сыворотки. Вот так она выглядит. Маленькая баночка вот такая. Во-первых, непонятный запах у нее. Уже изначально был. Вот у них сейчас остается. Во-вторых, она настолько жирная. Может быть она для конкретно сухой кожи идет. Я не знаю. Но как бы я считаю, что если вы продаете тональный крем для жирной кожи, соответственно пробники положите тоже для жирной кожи. Но я не знаю, для какой кожи это идет. Но она просто жирная. Она не впитывается. Она блином наносится, маслом. И все ей так остается. То есть она абсолютно не впитывается. Выкидываю. Следующая пустая баночка. По-моему, к гламуру шли эти туши. И я когда купила одну, попробовала. Я потом пошла и купила 3 или 4 гламура. Только ради туши. Я думаю, Антолу стоила. Не знаю, вот так далее название. Просто идеальная тушь. Какие ресницы она делала. Мне даже без наклеенных ресниц просто идеальные ресницы были. Плотные ресницы. Толстые, подкрученные, большие. Просто объемные. Я не знаю. Говорят, что в пробниках и в полноразмерках разные немножко составы. Поэтому я боюсь покупать полноразмерку. Вдруг там другой будет состав. Но вот эти малышки. Это просто. У меня одна такая новая лежит. Еще не открытая. На черный день. Но это просто идеальная была тушь. Vivienne Sabo, конечно, тоже такая же хорошая. Но вот это просто вообще бомба. Следующая закончилась у меня подводка от Golden Rose. Вот так она выглядит. Зеленого цвета. Девочки, вот этой подводке, наверное, лет 6 или 7. И она до сих пор не застыла. То есть она до сих пор вот рисует зелененькие стрелочки. У нее вот такая тоненькая кисточка, которую после черного, то есть я подводила зеленый. Да, она уже практически застыла. Но представляете, 6 лет подводки. И она все 6 лет идеально работала. То есть это вообще моя палочка-выручалочка. Когда краситься не хочешь, но хочешь какой-то акцент небольшой на глаза, просто зелененькую стрелочку сделаю и побежала даже. Не надо ничего не красить. И ты когда как покрутишься, у тебя отсвечивают глазки все равно каким-то другим цветом. Просто идеальная вещь. И последняя моя пустая баночка. Это от Finel. Вот так она выглядит. То есть это губная помада из Ашана. В Ашане они такие стоят. Девочки, ужасная помада. Пахнет конфетой шикарно. Просто запах вот так бы нюхал и нюхал. Хороший спонж. Хороший цвет. Вот такой розовый блеск как бы нют. Но сразу дает белую полоску. Просто сразу. Тут же моментально дает белую полоску. Выбеливает губы. Тоже какая-то непонятная консистенция. Чем больше вы говорите, тем больше вы открываете рот, тем больше у вас каких-то ошметков происходит на губах. Я не пойму, с чем это связано. Причем это Finel. Как бы не первая помада у меня. И они практически все работают одинаково. Также это белая полоска. Кто у нас производитель-то вообще? Производительный. Написано Таиланд. Вообще очень странно. Первый раз слышу, что Finel производитель Таиланд. Да ладно. Они все белую полоску дают. Я не знаю. Может быть только у меня на губах они дают белую полоску. Напишите, у кого есть такая помада из Ашана. Как она работает на ваших губах. И вообще, у кого уже что-то есть, что я показала, тоже пишите в комментариях. Напишите, как вам нравится, какой эффект, как работают эти средства на вас. Будет мне очень интересно. Так что всем любви, счастья и терпения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok